Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня очень быстро мы обсудим такую тему, как применение анаболических стероидов и проблем с предстательной железой. Но я озвучу те моменты, которые, я считаю, вам помогут избежать проблем, соответственно, с предстательной железой на непосредственно курсе тестостерона, всех его производных. Вот, опять же, хочу в своих выпусках уже начать договариваться, что когда мы говорим слово тестостерон и когда мы говорим слово анаболические стероиды, да, ну, имеется в виду экзогенный, конечно, тестостерон, все-таки мы не можем сказать, что мы конкретно, да, какой-то препарат имеем, там, тестостерон пропионат, цепионат или даже нандролон или мастерон или еще что-то, потому что все анаболические стероиды, так или иначе, да, даже вот в названии самих препаратов заложено слово стерон. То есть, какая-то часть, соответственно, молекулярная, она имеет под собой основу, да, вещества, какую-то производную тестостерону. Поэтому анаболические стероиды – это как бы все тестостерон, но не тот тестостерон, который вы подразумеваете в виде чистого тестостерона, который у вас там вырабатывается, да, в яичках, там, вот, к которому ближе всего как раз там цепионат, пропионат, всем известный, нантат. Вот. Нет, не обязательно. Это может быть как раз, к примеру, какой-то формат дигидротестостерона, да, ну, вот, экзогенного и так далее. Какое-то производное дигидротестостерона. И меняли люди, меняли формулу тестостерона, и поэтому таким образом получились анаболические стероиды. Это вот, так скажем, если очень как-то коротко говорить об анаболических стероидах и об основных понятиях. Поэтому не надо путать это. Значит, далее, о чем я? О том, что мы говорим, если человек применяет тестостерон, или по-другому договорились анаболические стероиды, или по-другому, если вы все же настаиваете на том, что вот тестостерон – это тестостерон, а нандролон – это нандролон, ну, все-таки давайте, ладно, еще третий вариант. Какие-то производные тестостероны принимают. Вот. Так или иначе, в общем, принимают препараты. Препараты анаболических стероидов. Так вот, что из этого будет? Как правило, многие, многие, но не все препараты повышают дигидротестостерон. Ну, если мы возьмем самую классическую форму пропионата, цепионата, они это делают, ну, относительно незначительно, но все-таки они это делают. Вот. И таким образом получается, что у человека может расти дигидротестостерон. Далее. Рост дигидротестостерона, в свою очередь, будет повышать предстательный антиген. Та самая ПЦА, которую все сдают, если вы уже сталкивались с лечением простаты. Для нас есть два маркера зарождающихся проблем с простатой. На самом первом, на входе, да, так скажем, в самом начале проблем, у человека все-таки будет, скорее всего, в первую очередь повышаться ДГТ. Мы говорим об условно здоровом пациенте, соответственно, у которого до этого не выявляли повышение ДГТ и ПЦА. После уже будет повышение ПЦА. Также очень важен генетический здесь фактор. Я бы сказал, что генетический фактор здесь является ключевым фактором. Потому что я встречал людей, кто в себя просто огромный, там, у человека был курс, там, 3 грамма тестостерона, 2 грамма что-то нандролона, там, 10 таблеток метана он ел. По-моему, еще вместе с метаном он это обусловливал, что он хотел жидкость слить, он пил 10 таблеток стензолола. Помимо того, что у него даже с печенью, ну, очень серьезные проблемы на этом фоне начались, проблем с, соответственно, ДГТ у него не было при таком курсе. Вот. По какой причине? Конечно, в первую очередь по причине генетической детерминированности. Вот. Поэтому это не обязательно у всех, и мы здесь должны выявить вот динамику. Если мы видим динамику развития, или, тем более, у вас уже началось андрогенное облысение, и вы видите, что вы не тот человек, который, да, может пренебрегать тем, что он гасит, не гасит дегидротестерон. Соответственно, в самом начале курса, после отдыха, после ПКТ, когда вы заходите только на следующий курс, вы уже должны постоянно фоном пропивать пальмета. Вот. Ну, опять же, постоянно это около трех месяцев, можно делать потом перерывы, пропивать заново. Также доустерит помогает снизить дегидротестерон, но так как это лекарственный препарат, все-таки у него есть свои побочные эффекты. И я бы не сказал, что можно направо-налево всем насыпать дегидротестерит и говорить, да будете вы счастливы, будет у вас все нормально с простатой. Вот. Значит, также отдельным, так скажем, скопом у нас тут пациенты, у которых в анамнезе уже присутствует, соответственно, там увеличение простаты, хронический простатит и так далее. И здесь нам нужно использовать препараты, которые не подвергаются практически никакой конверсии в ДГТ. Вот. И, соответственно, иногда даже здесь возможно применение некоторых анаболических стероидов соло, дабы избежать таких проблем, если уж пациент настроен решительно и не видит, соответственно, никакой возможности в отмене. Анаболических стероидов. Или у нас там нет возможности по причине здоровья. Например, вот недавно был очень интересный случай с ВИЧ-инфекцией. Присылали анализы пациента. Там, конечно, очень чревато отменять ему анаболические стероиды. И используются они в данном случае. Были назначены не мной, другим лечащим врачом его. И используются они непосредственно для, ну, уже стимуляции иммунных различных процессов. Поэтому здесь может быть очень интересно. И нужно сам анамнез у всех индивидуально рассматривать. Дорогие друзья, вот так вот коротко, еще раз резюмирую, маркером основным проблем с предстательной железой. Для нас является рост ПСА. Вот. Общесвободные лучше посмотреть. И, соответственно, рост дегидротестерона. Это самое простое. Самой простой профилактикой является употребление пальмета. Вот. И, ну, все остальное, наверное, нужно отталкиваться от анамнеза. Вот. Если у вас в анамнезе, еще раз повторюсь, есть любые, даже малейшие проблемы с простатой были, вы уже наблюдались, нужно очень-очень внимательно подойти к этому вопросу. Потому что никаким пальмета вы, скорее всего, не обойдетесь. И вам нужно будет, ну, как минимум, медикаментозную терапию на курсе поддерживать. В плане, соответственно, коррекции всех этих моментов. Редактор субтитров А.Семкин